Итак, вчера мы с вами посмотрели на цепочку действий, необходимых элементов, без которых успех невозможен. Прежде всего, это наша с вами цель, желание. Надо точно знать, чего мы хотим, и зафиксировать это на бумаге, превратив это все в материальную форму. Потом надо заставить себя поверить в то, что это достижимо. Вера от слышания. Значит, надо все время, все время, постоянно говорить, что ты этого достигнешь, заниматься этим все время, думать об этом и говорить. Надо принять решение. Это означает, что нужно заявить всем, нужно рассказать всем, нужно в глубине души принять решение, которое никогда не позволит тебе сойти с выбранного пути. Принять решение, это значит победить или, извини за выражение, еще раз победить. Надо разработать себе план действий конкретных, поэтапно, как достигать свою цель. Надо получать специальное знание. Надо учиться именно тем вещам, которые ведут тебя к цели. Надо проявлять упорство в достижении этой цели. Нужно стоять на своем, чтобы не происходило. И нужно еще кое-что еще. Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Вот это кое-что я назвал воображение. Чрезвычайно важный момент для достижения цели. Воображение. Каждый человек имеет воображение. Каждый, каждый человек обладает творческим воображением. И обладает способностью представить в своей голове то, что кто-то уже сделал, то, что кто-то придумал. И как-то применить это к своей жизни. Это такое, ну так скажем, техническое воображение. А когда ты имеешь вдруг доступ к каким-то сведениям, о которых никто никогда не знал, никто никогда не делал, это уже что-то такое от Бога. Воображение тренируется. Воображение можно развивать. Точно так же, как тренируются мышцы. Сначала это может быть болезненно, непривычно, как-то трудно. Ну, в это может быть трудно верить. Короче говоря, не очень легко удается представить себе себя, например, достигшим высот в бизнесе, если мы говорим о бизнесе. Трудно представить себя вице-президентом. Трудно вообразить себе, как будет выглядеть твоя жизнь. Ну, может быть, не совсем легко почувствовать себя в новом автомобиле, или в новом доме, или на сцене, где тебя вручают вице-президентские регалии. Или там, ну, короче говоря, может быть, это трудно. Но если этим заниматься и проявлять при этом упорство, то, поверьте мне, можно натренировать все. Тренируется все. А от воображения зависит чрезвычайно много. Но расскажу вам историю, которую использует Наполеон Хилл в своей книге. Возможно, вы это знаете, возможно, вы это читали. Но, тем не менее, я все-таки вам расскажу. Примерно в конце 19-го столетия, в каком-то занюханном городке в Америке человек по имени Эза Кендлер, который работал в аптеке клерком, заключил сделку. К нему в аптеку зашел какой-то старик и предложил ему кое-что купить у него. Он продал ему в котелке какой-то порошок и какую-то секретную формулу. Да. И все. Оба были счастливы до смерти. Старик был рад, что он продал эту формулу и порошок какой-то в котелке. А Эза Кендлер отдал свои последние 500 долларов и тоже был доволен. Они были совершенно одинаковые люди, как бы казалось. Но у Эза Кендлера было нечто, чего не было у этого старика. У него было воображение. Он представил себе, как он будет использовать этот котелок. Он вообразил в своем сознании, как он может... Короче говоря, его воображение этого человека по имени Эза Кендлер произвело нечто такое, что весь мир поменялся. Кардинальным образом. И сегодня он выглядит по-другому только потому, что когда-то в каком-то там занюханном, еще раз повторяю, жарком городке за 500 долларов этот парень купил какой-то котелок с каким-то порошком. Сегодня миллионы людей задействованы в сахарной промышленности каждый день. И получают деньги и живут благодаря этому. Сегодня миллионы людей задействованы в стекольной промышленности, в транспорте, в рекламе, в торговле. Во всех странах мира нет ни одного уголка на земле, где бы не сказались последствия этой сделки. Когда этот парень со странным именем Эза Кендлер купил у какого-то сумасшедшего старика за 500 долларов медный котелок с порошком из секретной формулы. Сегодня все знают, что такое Кока-Кола. Вдумайтесь. Человек создал продукт и не знал, как его использовать. У него не хватило воображения. А другой купил за 500 долларов продукт и добавил к этому воображение, и весь мир поменялся. Вот вам яркий пример того, как работает воображение. Если наше воображение включить на полную силу, если нам тренировать наше воображение и представлять себе, как мы уже будем выглядеть, когда мы достигнем своей желанной цели. Одной, потом второй. Если начать себе представлять это настолько живо, настолько постоянно, регулярно, и как бы жить этой жизнью, то тогда вопрос решен. Если нам удалось увидеть то, чего нет, значит, это для нас уже существует. Это колоссальный рычаг для достижения цели. Нам надо включить свое творческое воображение и начать его использовать наряду с остальными необходимыми принципами успеха. Первый, конечно, это надо точно знать, чего мы хотим. Второй, это надо иметь веру. Вера развивается. Сначала зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Так написано в Библии. Так развивается вера. Шаг за шагом, постепенно, постепенно. За счет чего? За счет повторения. За счет повторения. Потому что так и написано. Вера от слышания. Нужно все время слышать о чем? О своей цели. И так, и эдак, и эдак. И вот так. Всяко-разно. Только и думать о своей цели. Приняв однажды решение, нужно поклясться себе. На то оно и решение. Что я принял решение. Это означает, что я никогда назад уже не пойду. Я не соглашусь больше на бедность, на нищету. И для того, чтобы я получил подкрепление, для того, чтобы я сразу начал получать отдачу, у меня должен быть разработан план. Кто-то должен мне помочь его составить. Какая-то должна быть система, какие-то инструменты, какие-то действия по времени, по месту и в каком виде должны совершаться. Я должен этому научиться. Для этого должны быть какие-то мероприятия, какие-то книги, какие-то тренинги и так далее. Есть ли они? Так вот, смотрите. Я должен проявлять упорство. Если у меня не получается, то это не означает, что план не работает. Это не означает, что цель недостижима. И что решение мое неверное. Просто мне нужно научиться. Просто мне нужно приобрести навык. Просто мне нужно доказать Богу, что я тот человек, который заслуживает успеха. И, наконец, включив воображение на всю катушку, мы многократно усилим эти принципы. Все. Боже, если бы вы только знали, как я мечтал, когда я был в долгах, что я избавился от долгов. Если бы вы только видели, как я себя ощущал и чувствовал, если бы вы только поняли, представляя себе, что те 19 тысяч долларов, которые я должен в банке, которые каждый месяц изнуряли меня до страшного состояния, как будто я их отдал. Вот. Вот для чего нужно воображение. Но кое-что нужно еще об этом завтра. Продолжение следует...